Ярослав Жалила, доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований. Приветствую вас в нашем эфире, рады видеть. Здравствуйте. Ярослав Анатольевич, ну действительно, тема достаточно непростая, но она хотя бы начинает прорезываться в плоскость действительности. Если там, скажем, определенное время назад, возьмем там полтора года, год назад, было все на фоне разговоров, и очень многие сомневались, каким образом. То есть механизм юридический, он был, да, Украина подает исковые заявления, решает эти вопросы, но все же не так много стран готовы были пойти на то, чтобы передать замороженные российские активы. Мы очень часто в этом контексте вспоминали ту же Швейцарию, да, где это называли политическим решением, но все же сбрасывали это все на банки, потому что, ну все-таки банки, да, которые, представители банков далее рассказывали, что все-таки мы не можем это, мы бережем там банковская тайна и так далее, и так далее. Ну то есть были ряд моментов, вы их, Ярослав Анатольевич, еще более знаете, но все же, вот если мы говорим о тех процессах, которые сейчас идут, очень много наши коллеги материалей сейчас озвучили из того, что происходит. Значит, по вашему мнению, вот мы начинали материал, российские активы замороженные Евросоюзу принесли почти 4,5 миллиарда евро прибыли за 2023 год. Они сейчас, эти активы, замороженные. Насколько реалистичным выдается все-таки картина ближайшего будущего, что замороженные активы начнут постепенно передаваться в Украину? Ну, вы очень верно заметили, что наши зарубежные партнеры, несмотря на то, что они безоговорочно поддерживают Украину в войне, оказывая и экономическую, и социальную, и военную поддержку, тем не менее, и в этом отличии, собственно, от Путина, который попрал все нормы международного права, тем не менее, они стремятся, наши партнеры, чтобы все происходило в рамках международного права. Поэтому вот просто взять и направить деньги они не могут, им необходимо очень четкое юридическое обоснование. И это правильно, потому что, собственно, за это идет война. Мир будет работать по законам права или по праву силы, как хочет Путин. То есть здесь все нормально. Но дальше наши партнеры вместе с ним столкнулись с ситуацией, которая никогда прежде не возникала в современном мире, в современной экономике. Это каким образом на правовых основах вот эти механизмы обеспечить? Здесь существуют разнообразные механизмы. И как вот уже вы цитировали высказывания различных экспертов, действительно, проще всего этого слона начинать одолевать по частям. То есть сейчас уже в практическом ключе речь идет о том, что, во-первых, часть ресурсов российских уже заморожена. Это уже факт. Во-вторых, что доход от этого ресурса, он уже, раз ресурс заморожен, он уже может направляться на пользу Украины. Это, так сказать, первый шаг. Далее, конечно, нужно говорить о направлении в пользу Украины всего ресурса, который сегодня принадлежит Российской Федерации и подсанкционным ее субъектам, которые ресурсы заморожены, а по сути они должны быть конфискованы. И, наконец, третий этап, это уже только после совершения войны определение размера репараций, которые Россия должна будет выплачивать Украине на протяжении определенного периода времени, чтобы компенсировать нанесенный ущерб. Вот эта этапность, которую сегодня мы наблюдаем, и поэтапные успехи в решении этой проблемы, они, в общем-то, вселяют оптимизм по поводу того, что вся проблема будет постепенно решена на правильном, международно-правовом, прозрачном уровне. О репарациях, кстати говоря, Олег Густенко, советник президента Украины по экономическим вопросам, говорил, что 1 триллион долларов, по крайней мере, возможно, вот такая сумма будет фигурировать в контексте репараций со стороны Российской Федерации. Еще летом 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмагаль в контексте репараций говорил о 750 миллиардах долларов, если мне память не изменяет. Об этом мы чуть позже, но вот о тех деньгах, которые ныне находятся, можно так сказать, наверное, арестованы и в руках западного мира в целом. Сегодня на Financial Times вышла статья о том, как, собственно, европейские банки, в целом европейцы, не только будут обходиться с этими активами. Есть информация о том, что идея, по крайней мере, привлечения долгового финансирования под залог этих самых активов. Как это технически выглядит, Ирслав Анатольевич? Какими могут быть вот эти долговые финансирования, в каком объеме, что важно? Равно ли это финансирование тем 300 миллиардам, которые ныне заморожены, финансово российского центробанка? Нет, ну это очень трудно, на самом деле, какие-то цифры сегодня, оценки осуществлять, потому что вообще финансовые расчеты, они требуют точности, невозможно гадать, и поскольку кто-то эти расчеты проводил, то, очевидно, к первоисточнику нужно обращаться. Но в общем-то речь идет о том, что мы имеем дело с очень специфическим финансовым активом, когда вот сейчас как бы его нет, но он существует в виде обязательств. В мировой финансовой практике это используется довольно часто, когда под определенные обязательства начинают выпускаться ценные бумаги, которые потом могут торговаться с определенным дисконтом, то есть, возможно, с определенной скидкой, но, тем не менее, они уже, вот эти обязательства, они уже являются определенным обеспечением. Вот, и я думаю, что вот это очень перспективная сфера для мирового финансового сообщества, и здесь, наверное, мы увидим еще много интересных и инновационных инструментов, которые будут предложены, которые в конечном итоге позволят, действительно, даже не имея этого ресурса сегодня, но, так сказать, в ожидании, что этот ресурс будет завтра, вернуть уже его в финансовый оборот. Что очень важно, что надежность этого финансового ресурса, его доходность и, соответственно, больше или меньше дисконт будут непосредственно зависеть от того, насколько уверенно мир будет смотреть вперед на победу Украине. А это означает, что чем серьезнее будут развиты вот эти финансовые инструменты, тем больше будет, в том числе, и финансовая заинтересованность современного мира в том, чтобы война завершилась именно так, как мы все этого хотим. Опять-таки, что очень важно, что мир веден сегодня находится в зоне очень высокой финансовой турбулентности, в большой степени из-за развязанной Россией войны. Это очень большая финансовая нагрузка на экономики ведущих стран мира, которые поддерживают Украину. Это большая турбулентность, связанная с нарушением логистических путей и так далее. То есть это все требует также определенных дополнительных инструментов, которые бы повысили финансовую устойчивость. И вот идея в отношении того, чтобы ввести будущее обязательство, которое будет обеспечено в дальнейшем замороженными, конфискованными российскими активами, мне кажется, интересная идея, которая может позволить, в том числе и самим развитым странам, глобальной финансовой системе компенсировать отчасти вот эти потери, стать дополнительным фактором финансовой устойчивости в этом турбулентном мире. Давайте, вот как вы сказали, Ярослав Анатольевич, первый шаг уже реализованно, активы заморожены, да? Ну, то, что мы говорим, некоторые российские активы, давайте не будем же говорить все, тоже стоит об этом говорить. Вот на днях состоялась совместная пресс-конференция министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба и главы МИД Канады Мелании Жули. И во время встречи как раз звучала все-таки надежда на принятие решения от Европейского Союза передачи российских средств на восстановление украинской территории уже в 2024 году. Я не знаю с точки зрения экономической, как это может произойти, потому что, ну, это же, это я просто еще зрителям говорю, а вы, Ярослав Анатольевич, знаете это как никто, но это не означает, что сегодня решение принимается, завтра активы эти приходят в Украину. Ну, так не будет, это на самом деле понятно, да? И об этом как раз и говорил Дмитрий Кулеба, я процитирую. В идеале мы бы хотели, чтобы все российские замороженные активы были загружены на арестованные в Канаде российские самолеты и прилетели к нам в Украину, где мы сможем их использовать. Если без шуток, надеемся, что Канада завершит все судебные, юридические процедуры, и что этот самолет станет важным прецедентом, важным символом передачи материального, не финансового российского актива Украине, так подчеркнул как раз Кулеба. Я понимаю прекрасно, что все-таки есть вопросы, есть вопросы экономического характера, юридического. Дмитрий Кулеба говорит, когда будут завершены юридические вопросы. Ярослав Анатольевич, а вот с точки зрения экономической, вот давайте просто, я просто хочу понимать, на самом деле принимается решение, да, юридически оно должно быть зафиксировано, я это понимаю, Канада, как государство, уважающее международные нормативные документы, пока не будет юридического резюме, резолюции юридической, на это не пойдет. В частности, в Канаду просто вспомнила, поэтому говорю, так же, как и Европейский Союз. Но вот принимается это решение. С точки зрения экономики, это как, ну, я говорю простыми словами, просто происходит перевод этих финансов на счета Нацбанка Украины, как это происходит? Либо же фонд для восстановления Украины, потому что здесь Кулеба говорит как раз, чтобы эти деньги необходимы для восстановления Украины. Действительно, очень вопрос сложный, и я думаю, что до конца ответа на него пока еще нет, потому что, повторюсь, прецедента подобных масштабных восстановительных процессов не было в современной экономике, при современной финансовой системе. Поэтому можно предполагать, как бы этот механизм мог бы оптимально работать. Здесь можно говорить о том, что потребность, в общем-то, в ресурсе, в компенсации, ведь имеет не только Украина, собственно, как правительство Украины, которое будет реализовывать какие-то восстановительные проекты. Существует еще ответственность Российской Федерации перед частными лицами и компаниями, которые также понесли ущербы, люди потеряли имущество, у бизнесов разрушены активы, и здесь можно говорить о непосредственной прямой ответственности, если эти субъекты либо индивидуально, либо через определенные уже структурированные механизмы будут, соответственно, подавать иски к агрессам. Второй момент. Украина за период войны вынуждена накопила огромный и продолжает накапливать огромный объем внешнего долга. Это объективно. Спасибо нашим международным партнерам за поддержку, но реально возникает большое налоговое бремя, которое также необходимо Украине будет нести. Не исключено, что часть вот этих репараций или этих активов, которые будут заморожены, могут быть непосредственно направлены на то, чтобы погасить внешний долг Украины. Это тоже будет большой подспорье для развития. В-третьих, ряд стран мира понесли очень большие финансовые затраты, связанные с поддержкой Украины, украинским беженцам на своих территориях, предоставление экономической помощи Украине безвозмездной, предоставление военной помощи Украине. В принципе, они вправе также рассчитывать на определенные компенсации. Поэтому я думаю, что в конечном итоге вот этот пул ресурсов, который возникнет в результате того, что Россия будет ответственно за свою агрессию, он будет каким-то образом разделяться. И, наконец, в отношении непосредственно восстановления Украины, то есть первое, о чем мы говорили, я считаю, что оптимально, разумеется, чтобы вот этот ресурс, он формировался в формате какого-то определенного, скажем, отдельного фонда. Возможно, фонда, который бы находился под международным контролем, прозрачным контролем, и который бы расходовался целевым образом именно на задачи восстановления украинской экономики. То есть это действительно вот, скорее всего, такой, возможно, международной консорцией, международной организацией, которая бы эти ресурсы направляла, согласно, во-первых, имеющимся сегодня и собирающимся сегодня данным об ущербе, нанесенном агрессором. А сегодня в ГАГе существует уже международная европейская структура, которая четко протоколирует и фиксирует весь этот ущерб. И второе, в соответствии с теми проектами восстановления, которые уже сегодня разрабатываются в Украине довольно активно, есть масса скептиков, которые говорят, ну вот пока идет война, очень тяжелые и неопределенные длительности, вообще какой смысл говорить о восстановлении? Смысл есть именно для того, чтобы мы как можно более обширно формировали будущую базу тех и структур, которые были бы заинтересованы в восстановлении Украины. И формировали уже сегодня механизмы направления ресурсов для того, чтобы, ну скажем так, минимизировать вот этот лаг между тем, когда мы уже можем реально начать восстановление того, что сейчас видите на экранах, и когда мы реально можем запустить процесс. Чем меньше будет этот лаг, тем быстрее Украина сможет восстановить свою экономику, свою инфраструктуру. А что-то может быть еще и в период полномасштабной войны, тем меньше будут социальные, гуманитарные, политические потери нашей страны, и тем быстрее мы сможем продолжить путь к нормальному нашему будущему. Возвращаясь к теме непосредственно репараций как таковых, да, еще раз говорю, сообщил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Леонидович Устенко о том, что сумма 750 миллиардов долларов, о которых говорил и премьер-министр украинский, может подняться до триллиона долларов. Проводя параллели со Второй мировой войной, и как Германия платила репарации, не всегда это было фактически деньги, да, непосредственно. С Советским Союзом, к примеру, рассчитывались в том числе и по факту, это в том числе отправлялись и грузовые вагоны, и перегон скота был даже, и прочее-прочее. А в контексте войны Российской Федерации против Украины, как вы видите, будет ли это постоянная выплата непосредственно денег, ну, триллион долларов, это на данный момент, но это не то чтобы бюджет Российской Федерации условно, а это достаточное количество денег, за которые можно было, не знаю даже, что на территории России сделать, какие предприятия продать государственные. Как выглядит, в принципе, структурно вот этот репарационный процесс в отношении со стороны России Украине? Это только деньги или нет? Ну, в очередной раз я могу только сказать, что это будет процесс, который не имел до сих пор прецедентов. Любые, вот даже аналогии с нацистской Германией, они будут только очень приблизительны. Мы помним, чем закончилось, в конце концов, это Советский Союз получил в виде репарации оборудование, выпущенное в начале 20 века. Европейские участники антигитлеровской коалиции, те же американцы, в общем-то, они постепенно, так сказать, отказывались от репарации в свою пользу. И, напротив, там был запущен план Маршалла, который перезапустил экономику Германии. И, в конце концов, она стала основой будущей мирной Европы, Западная Германия. То есть, там был совершенно другой процесс. Если речь вести о данной ситуации, ну, прежде всего, конечно, это будет очень сильно зависеть от того, как конкретно завершится война. Мы не сомневаемся, что она завершится победой Украины, но мы прекрасно понимаем, что эта победа, она может иметь различный вид. И в зависимости от этого, насколько, скажем, Россия в состоянии будет взять на себя обязательства по возмещению ущерба, насколько она вообще будет брать на себя такие обязательства, либо это будет какой-то другой формат взаимоотношений, либо на конфискационной основе, вот от этого будут зависеть механизмы. Я думаю, что, прежде всего, конечно, здесь нужно будет речь вести о финансовых инструментах, но есть определенные вещи, которые могут, возможно, иметь и не финансовую основу. Но, прежде всего, возможно, это ресурсные вещи. В конце концов, Россия... Богатая на нефть страна, нефть, газ, залежи, серьезные. Собственно, тут можно продолжать это разговаривать. Спасибо вам огромное. Ярослав Анатольевич, обязательно увидимся. Спасибо за конструктивный разговор. Ярослав Жалила, доктор экономических наук, завеститель директора Национального института стратегических исследований, был с нами на связи. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы.